Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Екатерина Лазарева. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях, расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Ислам в мультикультурном мире. Почему каждый пятый россиянин не имеет своего собственного жилья? В Доме правительства Республики Татарстан премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писожин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Йеменской Республики в Российской Федерации Ахмедом Сальмом Аль-Вахиши. На встрече обсуждались перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Йеменом, в том числе и в области образования. В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В Казанском университете продолжает свою работу международный форум «Ислам в мультикультурном мире», объединивший зарубежных и отечественных ученых, исламоведов, представителей мусульманского сообщества Татарстана и России, органов власти и других. О том, какие вопросы обсуждались, смотрите наш следующий сюжет. В этом году форум отмечает 10-летний юбилей. Мероприятие организовано в смешанном формате офлайн и онлайн, что позволило объединить представителей из более чем 20 стран. В рамках форума состоялось пленарное заседание в стенах главного здания университета с участием ректора Ильшата Гафурова. «Ислам для нашего региона всегда был неотъемлемой частью бытия. Благодаря поддержке руководства страны на территории республики реализуются различные научные и образовательные проекты, в том числе касающиеся возрождения исламских ценностей. Созданием Казанского федерального университета начался новый этап возрождения традиций казанского исламоведения. Институт международных отношений нашего университета превратился в авторитетный научный и образовательный центр ориенталистики». Пленарное заседание состоялось и в Александровском зале на площадке Института международных отношений. Главными темами обсуждения стали «Ислам в меняющемся мире», «Вперед пандемии», «Профильное образование» и «Экономическое взаимодействие ислама». «Есть поручение президента России Путина, нашему президенту Венихану Савдалевичу, активно работают в направлении. Поэтому сейчас, а это идет цепочка через студентов. Обучение студентов, контакты, бизнес начинает через контакт. Без контакта, без доверия не получаете бизнес. Поэтому то, что университет делает, и это факультет делает, и это институт, и это большое дело». «Этому бурно развивающимся направлении есть опасность новых течений, новых отклонений и так далее. Но для того, чтобы они не разрушали целостность исламского мира, необходимы тоже определенные экономические меры, реформы, без которых успех этого направления, этой религии не будет столь впечатляющим». Главная цель форума – объединить силы ученых-исламоведов, чтобы дать представление широкой общественности о развитии исламского и тюрко-мусульманского мира, традициях мусульман и развития идеи знаменитых специалистов-международников. «И в целом Татарстан – это огромная площадка того культурного разнообразия. Это мы видим в тех реальных делах, в населении, ну и даже в студентах. По сути, даже институт международных отношений – это, по сути, центр такого культурного разнообразия. Это как раз говорит о богатстве». Форум «Ислам в мультикультурном мире» завершается 26 декабря. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Подведены итоги конкурса в 2021 году на право получения грантов президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых, докторов наук и кандидатов наук. На конкурсы было подано порядка полутора тысячи заявок. Победителями конкурса стали 10 представителей Казанского университета. Подведены итоги всероссийского диктанта по английскому языку, объединившего участников из более чем 79 регионов страны. Всего диктант написали более 22 тысяч обучающихся, в числе которых студенты и лицеисты Казанского университета, ставшие победителями и призерами. Текст диктанта был подготовлен преподавателями Института международных отношений КФУ. Ознакомиться с результатами диктанта можно на официальном сайте Казанского университета. Это был очень полезный и интересный опыт. Конечно же, я не ожидала того, что стану победителем и была этому очень даже приятно удивлена. Что касается темы диктанта, то он был посвящен событиям Великой Отечественной войны, так как в этом году исполнилось 75 лет с момента ее окончания. Данный текст напомнил нам о том, как важно ценить подвиг нашего народа и бережно хранить воспоминания о нем. Как обстоят дела с жильем в России и как оценивают свои жилищные условия россияне? Об этом расскажет наш корреспондент. По данным страховой компании «Росгострах, жизнь» и «Банка открытия», каждый пятый россиянин снимает квартиру или комнату, так как не имеет своего жилья. При этом почти половина участников опроса считает свои жилищные условия хорошими или очень хорошими. Те, кто не имеет, это люди, которые, ну это самые молодые люди, которые еще не накопили себе на жилье, не смогли взять ипотечный кредит. Или те, кто в принципе не желает иметь собственное жилье, предпочитает снимать. По данным опроса, 80% населения имеет свое жилье в собственности. На них почти половина купили жилье сами, четверть получила в наследстве, и только 8% взяли его в ипотеку. Эксперты считают, что такая позитивная тенденция обусловлена несколькими факторами. Население России за последние, скажем, 30 лет сократилось. И при этом, посмотрите, сколько было построено нового жилья. При том, что значительная часть старого жилья, относительно старого, она осталась и до сих пор функционирована. Соответственно, обеспеченность жилой площади, естественно, выросла. Очень значительная, в том числе до уровней вполне комфортных для большинства населения. При этом большинство респондентов довольны своими жилищными условиями. Главными признаками высокого качества жизни оказались доступ к качественной медицине, наличие высокого дохода и жилья в собственности. Кристина Надышина, Универньюз. Музей истории Казанского университета выпустил уже 10 подкастов, основная тема которых посвящена студенчеству. До конца 2020 года будет опубликован еще один эпизод подкаста «Новый год глазами детей будущих студентов Казанского университета». Напомним, выпуски размещаются в группе Музея Казанского университета в социальной сети ВКонтакте. Каким событием экспедиция «Алмаза-Алеева» посвятила свое кругосветное путешествие и с какими сложностями столкнулась в пути? Обо всем этом расскажет наш корреспондент. Продолжается кругосветное путешествие на парусной яхте «Мелонга» руководителя парусной школы Татарстана капитана плавания «Алмаза-Алеева» и его команды, помощника капитана Ильфата Минибаева и боцмана Виля Сагитова. Экспедиция посвящена двум знаменательным датам. Протяженность маршрута составляет более 40 тысяч километров. В мае экспедиция отправилась из Санкт-Петербурга в Казань. Затем маршрут был проложен через Стамбул. Далее вышли в Атлантический океан и прошли Панамский канал. Мореплаватели также планируют посетить Самуа, Фиджи, пройти до Австралии и закончить свое путешествие в Турции. Однако маршрут может измениться из-за сложностей, связанных с COVID-19. Очень сложности, значит, при оформлении документов, при прибытии в какую-то страну, вот, по-моциональному нас взяли, если находить, очень, как бы, тяпи у нас была ярко, не знаю, как на маршрутах будет. В Австралии вообще, наверное, сложно будет, я не знаю, там вообще пустят ли нас. Мы будем стараться, кажется, попасть туда тоже. Не обошлось и без других сложностей. Путешественники отмечают, что чувствуют себя прекрасно и ближайшие праздники проведут в море. Кристина Надышина, Радик Загидолин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...